Всем привет! Меня зовут Карина и это упражнение 3322. Это упражнение очень похоже на предыдущее, но с маленькими отличиями, так что давайте сразу начинать. Я уже подготовила команды для того, чтобы мы не тратили время на написание их вручную, но вам, увы, придется их прописывать сами. Давайте сразу же приступим. И первое, что нам нужно сделать, это настроить сети VLAN и включить на коммутаторе S2 все пользовательские порты в режиме доступа с помощью команды no shutdown. Давайте приступим. То есть пока что у нас все идентичные. Коммандная строка enable.conf.t и просто через ctrl-c, ctrl-v я записываю необходимые нам настройки. Здесь ничего сверхъестественного, так что просто я скопировала. Далее нам нужно создать сети VLAN. Так как это прописывать довольно таки долго, я тоже прописала это вручную. И вам тоже советую прописать это сначала в столбик где-то в блокноте и потом просто прописать для трех устройств сразу. Просто ctrl-v, также есть командная строка, enable, conf.t, paste. И на S1 также командная строка, enable, conf.t и просто paste. Думаю, с этим понятно. Давайте двигаться дальше. Далее нам нужно назначить VLAN коммутационным портом. Это все также делается очень просто, и мы это уже делали. Например, на S2 вот такие вот настройки. Нам по сути только и нужно на S2 это настроить. Интерфейс, switchport.access и VLAN, например, 30. Почему я не прописываю команду switchport.access? Потому что она прописана у меня здесь. Я прописала сюда, чтобы не прописывать здесь три раза, ну и ту же команду. Это все нужно прописать на S2. Готово. С этим тоже разобрались. Давайте двигаться дальше. Назначение магистрали сетей на VLAN 99 для каждого из устройств. Здесь команды тоже совпадают, они одинаковые. То есть указываю номер интерфейса, switchport mod trunk, switchport trunk, найти VLAN 99. Также через ctrl-c прописываю для каждого из трех устройств. Это все очень-таки просто. И последнее устройство готово. Готово. Мы настроили наше устройство. У нас 60 баллов из 100. Осталось совсем чуть-чуть. Дальше у нас нужно присвоить каждому из интерфейсов VLAN 99 IP адрес. Этот IP адрес я брала из таблички. Вот здесь. Вот они. Давайте настроим. Сначала S1. Потом S2. Они отличаются только цифрой в конце. И S3. Интерфейс VLAN 99. И номер IP адреса. Готово. Все так же очень просто. Далее вы можете при желании проверить. С помощью команды showvilland drift вам будет отображаться таблица VLAN. И вы там сможете посмотреть, что ли правильно настроено. Если вдруг у вас меньше баллов, чем у меня. Дальше. С помощью команды настроить порты. Как вам быстрее назначить 99 с нитегированным трафиком. Мы это уже сделали вот здесь. Дальше нужно настроить адрес интерфейса управления. То есть мы настроили все IP адреса. Двигаемся дальше. Нужно настроить распределение нагрузки по протоколу PSTP. Для этого у меня тоже здесь уже прописана вот эта такая команда. То есть Spanning 3, Mod, Rapid, PSTP. И последний тоже PSTP. Готово. У меня 69 баллов из 100. Двигаемся дальше. Дальше нужно настроить все VLAN для распределения нагрузки. Сначала нужно настроить S1 в качестве корневого. Потом S3 в качестве основного. И S2 в качестве вспомогательного. То есть именно в таком порядке. S1, S3, S2. Вот наш S1, RootPrimary. Далее S3 обязательно. Готово. Только вот здесь должна быть буковка S. Готово. Я плохо скопировала. И последний Secondary. То есть сначала мы настраиваем все Primary вот здесь. А потом только Secondary. Paste. Готово. Мы и это уже настроили. У нас осталась только настройка Portfast BPDU GURT. Для этого для S2 нужно ввести вот такие вот команды. Сначала прописываем все интерфейсы. Я написала их через запятую, чтобы не прописывать каждую отдельно. Настраиваем ему Spanning Tree Port Fast. А далее с помощью той же команды прописываем BPDU GURT Enable. Ctrl-C. S2. Paste. Ctrl-V. Готово. Мы настроили все наши устройства. Давайте нажмем кнопочку Check Results. Посмотрим, что да и вправду все окей. Если бы вводили, например, не в том порядке S1, S2, S3 для Primary и Secondary, у вас были бы ошибки и пришлось бы настраивать с нуля. А на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok